Обсуждая наряд герцогини Сосекской на церемонии вручения премии на АКП и Мичи Вордс, многие сошлись во мнении платья, согласно задумке, эскизу 25-летнего кутюрье афроамериканца Кристофера Джона Роджерса, весьма и весьма достойная. В принципе, неудивительно, молодой модельер выпускает довольно эпатажные коллекции, но главный приз КВ, Волк Фэшн Фанд в 2019 году и награду American Women's Designer of the Year в 2021 году, он явно выиграл не на все нарастающей волне толерантности эпатажа. Да и его прославленные клиентки, экс-первая леди США Мишель Обама, певица Адели Леди Гага, у кого попало одеваться не станут. Однако так и осталось непонятным, почему это платье, шитое на заказ, специально для Меган, все равно сидело на ней несколько неудачно, особенно когда герцогиня начинала двигаться. К тому же, отметили многие комментаторы, такой фасон, при широких плечах Меган Маркл и фигуре типа прямоугольник, не совсем ее. Накануне стало известно, в какую сумму герцогиня Сосекской обошелся наряд, она заплатила за него 2000 фунтов стерлингов, 230 тысяч рублей, что, в общем-то, не так дорого за эксклюзивное платье с эндпошивом. Для сравнения, платье от модного дома Каролина Эрера, в котором Меган Маркл блистала в ноябре прошлого года в Нью-Йорке на гала-концерте Салют Свободе, обошлось ей в 4000 фунтов стерлингов. При этом оно тоже было шито на заказ, специально для Меган, из еще не вышедшей на тот момент коллекции. Но реклама коллекции с амбассадором Меган получилась не слишком успешной. Поговаривали, что после того, как Меган выгулила платье в Нью-Йорке, модный дом Эрера начал терять клиентов, которые, мягко говоря, были изумлены тем, как ярко-красное платье сидело на герцогине и перестали доверять этому весьма популярному ранее бренду. Надеюсь, что Кристофера Джона Роджерса это не коснется.